Здарова, Ютуб! Здарова, Дзен! Сегодня у нас такой полу-юмористический ролик, так сказать, по поводу последних событий. Как вы знаете, каждый год у нас проходит для Game Awards. В этом году оно состоится 7 декабря. Не знаю пока еще во сколько, но мы точно будем это стримить. Соответственно, будем стримить, смотреть, переводить и так далее. Но, внезапно, как впрочем и до этого, я не знаю, лет 5 было уже, анонсировали то, что Десни 2, помимо Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 и Final Fantasy 14, и No Man's Sky будет состязаться за лучшую поддержку сообщества. С учетом последних событий, да, это выглядит немножко странно. Хотя мы, начиная, по-моему, с 2019 года, как раз, были в легком шоке все, да, от того, что лучшую поддержку сообщества получает номинацию «Наша любимая игра». Но, так или иначе, имеем, что имеем. Мы уже на эту тему немножко в Телеграме у меня подискутировали, и я решил на эту тему записать небольшой ролик, чтобы еще и фидбэк с Ютуба собрать, потому что голосование на The Game Awards с сегодняшнего дня открыто. Там был небольшой ролик, где Джив Килли, ведущий этого телешоу, так называемого местного игрового Оскара, объявлял номинантов, то есть там 31 номинация, я в них уже во всех проголосовал. В конце ролика я, собственно, покажу, как я проголосовал. Надеюсь, все сбудется, потому что, ну, где бы ни был Baldur's Gate, он там победит. Потому что в лучшей поддержке сообщества, к примеру, да, победил в Golden Joystick то ли No Man's Sky, то ли Baldur's Gate, в общем, они там как-то поделили между собой. Одна игра там получила там лучшую поддерживаемую игру, там что-то такое, а вторая лучшую поддержку сообщества, но не суть. В общем, да, такая достаточно мемная номинация получилась, но у нас есть другие, и, в принципе, я решил тут немножко вспомнить, как это было. Как это было в далеком девятнадцатом году, когда у нас вышел... По-моему, в девятнадцатом году у нас выходило дополнение Обитель Теней. Банжи как раз тогда сбежали от Activision, от Activision Blizzard. Мы эту тему смотрели на стриме, запись у меня тут осталась. То есть у нас там помимо Destiny 2 были Apex Legends, Final Fantasy XIV, Fortnite и Tom Clancy's Rainbow Six. Можем этот оскароносный момент пересмотреть в переводе нейросетки. С искренним уважением и прозрачностью. Номинантами на лучшую поддержку сообщества являются Apex Legends, Destiny 2 Final Fantasy XIV, Fortnite и Rainbow Six Siege. И вот победитель. Действие не ту. Лицо Люка Смита представили? Поздравляю. О, чуть не уронил, молодец. Действительно большая честь для меня. Я должен поблагодарить сотрудников Банжи, которые так усердно работали, чтобы поддержать наше сообщество. Начиная с нашей команды сообщества, которая каждый день находится на передовой, взаимодействуя с нашими фанатами, основной командой разработчиков, нашими операционными сотрудниками. Всеми просто Up&Down так сильно заботятся об этой игре. И я должен выразить признательность за всю их тяжелую работу. Единственное, что я хотел бы добавить, это то, что все присутствующие здесь создают развлечение. А какой смысл создавать развлечение, если у вас нет потрясающих фанатов? Так что особая благодарность нашим фанатам. Это потрясающе. Ну что же, еще раз поздравляю вас. Большое вам спасибо. Спасибо вам. То есть да, там до того, как Люк Смит был отправлен делать фильмы, сериалы там по Destiny, ну короче, после того, как его убрали от активной разработки игры, ну после его там фраз, то, что вы будете кидать деньги в монитор, это еще было, по-моему, в Tekken King'е, и после того, как он вел сансет, то есть удалил наш, сделал наши пушки непригодными, которые были до загранью света и так далее. В общем, да, после всех этих мощных решений, его так вот немножко подвинули, и пришли другие ребята заниматься игрой. Но интернет помнишь, что называется? Это было весело. Также, по поводу того, что в 2019 году Destiny получила награду за лучшее сообщество на ТГА, высказался DMG, тогдашний комьюнити менеджер, который в этом году, в феврале, по-моему, перед, то ли до, то ли после старта конца света ушел из Bungie, он тогда вот высказался. В Bungie так много тех, кто вкладывает душу в эту игру ради вас. У нас есть привилегии в команде сообщества напрямую рассказать вам об их потрясающей работе по постоянной поддержке этой игры и сообщества. Наша прозрачность и способность устранять ошибки, продолжая добавлять новые активности, изменения качества и обновления, являются результатом их напряженной работы. Операционные центры команды поддержки игроков работают круглосуточно, чтобы держать вас в курсе состояния игры, от подключения до известных проблем. Продюсеры, тестировщики, дизайнеры, инженеры, режиссеры, художники. Вы сами можете назвать их. Да, вот забавно, что многих из этих позиций как раз сократили недавно. Мы все здесь ради дальнейшего успеха этой игры и создания чего-то, что по-прежнему будет служить этому сообществу домом. Это победа для нас. Искренне благодарю вас за то, что вы являетесь одним из лучших сообществ в мире. Ну и вот. А теперь возвращаемся в реальность, да? Что называется, ну, новости, которые были у нас в связи с сокращениями, в связи там с переносами финальной формы марафона, мы уже обсосали по несколько раз. Тут я возвращаться не буду, можете посмотреть мои предыдущие ролики. Но я же обещал тут в конце пройтись по номинантам. Итак, 31 номинант The Game Awards. Лучший киберспортивный ивент. Тут я помню, я выбрал International. Лучшего тренера я выбрал вот этого дядьку, потому что он достаточно большой специалист. Вот здесь эту... Лучшую команду я выбрал вот эту. Лучшего киберспортсмена я выбрал вот этого. Лучшую игру я выбрал... Киберспортивную я выбрал вот эту. Лучшего контент-криэйтора я выбрал вот этого, потому что там была картинка вместо... Как его называют? Вместо фотки. Самая ожидаемая игра. Я выбрал финалку седьмую, потому что, ну, блин, не знаю, пофиг. Самую лучшую адаптацию я выбрал Twisted Metal, потому что мне этот сериал неиронично больше понравился, чем Last of Us. Я по трейлерам видел то, что будет какая-то хрень, но в итоге получился очень крепкий такой пост-опок. Даже я бы сказал, Last of Us нормального человека, но в том плане... Ну, в плане экранизации. Просто у меня как-то более живые эмоции там были в процессе просмотра этого сериала. Я даже удивился, чем Last of Us, потому что Last of Us тот же самый. И одни из нас. Я до этого проходил на третьей плойке и целую кучу прохождения посмотрел, и сериал мне уже ничего новому не мог дать. А вот этот сериал приятно удивил. Лучший мультиплеер. Baldur's Gate, хотя там только кооп есть, но я решил голосовать везде, где есть Baldur's Gate за Baldur's Gate. Я считаю, что это логично, потому что, скорее всего, он в большинстве номинаций и так победит. И, ну, это та игра, в которую я никогда в жизни бы не поиграл, но мне было очень интересно смотреть ее на стримах, особенно постельные цены. Так что, да, я голосую за нее. Так что дальше у нас идут лучшие гонки. Это Motorsport Forza. Лучшая стратегическая игра City Skylines я вроде выбрал. Лучшая семейная игра Mario, потому что Mario обязательно где-то победит, потому что это игра Antin Vento. Лучший файтинг Mortal Kombat, потому что это Mortal Kombat. Лучший RPG это Baldur's Gate. Лучший экшен-адвенчер. Ну, скорее всего, тут победит Zelda, потому что это Zelda и это Nintendo. Zelda обязательно где-то победит. Ну, просто 100%. Потом можно будет посмотреть. Лучшая экшен-игра... Ну, здесь я выбрал Hi-Fi Rush, потому что, ну, Hi-Fi Rush должен где-то победить. Он все-таки какое-то время в инфополе был. И это, по-моему, единственный нормальный эксклюзив у Майков, который был в этом году. Но это не точно. Лучшая виртуальная игра Resident Evil, потому что Resident Evil. Лучшая мобильная игра это Hunkail Star Rail, потому что Hunkail Star Rail это Михуя, и они где-то должны победить. Вот 100%. Лучшая дебютная инди-игра, я даже не помню ее название. Лучшая инди-игра... Ну, вот это, в общем, лучшая поддержка сообщества. Естественно, я выбрал Dustan. А вы что думали? Лучшая продолжающаяся игра, я даже не помню, по-моему, это... А, по-моему, это я выбрал, как его, Genshin Impact, потому что это Михуя, и они где-то должны победить. Лучшая игра, которая там сделала какой-то вклад, по-моему, это та игра про динозавров, типа Goodbye, там что-то, Vulcana High. Да, я просто помню ее трейлер, вот. Самая доступная игра это Человек-паук 2, ну, хотя бы где-то он должен победить, ну, а то как-то неловко будет. Ну, блин, вы что? Лучшее исполнение. Ну, здесь я актера выбрал Монахана, потому что Джеди Сувайвер, мне он понравился очень в Готами, и... Хотя бы где-то Джеди Сувайвер должен победить в этом году. Лучший аудиодизайн Человек-паук 2, ну, хотя бы где-то он должен победить. Лучший звук. Я звука в Baldur's Gate не помню, но пускай это будет Baldur's Gate. Лучший Art Direction. Давайте пускай это будет, как его называют... Зельда, потому что Зельда должна где-то победить, так как это не Nintendo. Лучший нарратив, ну, естественно, Baldur's Gate. Лучший игровой режиссер, ну, естественно, Baldur's Gate. Ну, и лучшая игра года, это у нас, ну, естественно, Baldur's Gate. А вы что думали? Ну, серьезно. Ну, пусть кто-нибудь спрашивает в комментариях, что такое Baldur's Gate. Если вдруг кто не знает, почему я его везде проставил. Ну, окей, я думаю, вы тут сами в комментариях объясните, если кто-то этот видос посмотрит. Так или иначе, на этом мы заканчиваем. Такой вот у нас небольшой рафляный ролик для разрядки обстановки, потому что, скорее всего, завтра надо будет выпустить ролик по поводу того, что у нас тут в игре профилактика опять с 17 до 20. И потом у нас также будет ресет, в котором ничего не будет, кроме Железного Знамени. Но осталось пару недель до следующего сезона. Кто не видел, можете наш подкаст посмотреть, который мы вчера выпустили. Подкаст русскоязычного сообщества Destiny. Записи на YouTube у нас лежит. Ну, а пока что на этом у нас все. Спасибо всем за просмотр. Лайк ставим, комментарий пишем на канал. Подписываемся, как хочешь, прожимаем, чтобы не затянули на меня выходе новых видосов. Всем спасибо, всем пока.